Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о психическом здоровье, которое не менее важно, чем наше телесное. И в этом вопросе, в раскрытии этого вопроса, нам поможет эксперт с большим практическим стажем. Психотерапевт, психиатр. Светлана Владиславовна Дерябина, здравствуйте! Добрый день! Вы работаете в Центре душевного здоровья клиники Березиной. Да, он вновь открывшийся центр. Впервые в Ульяновске и Ульяновской области открывается Центр душевного здоровья, где принимают одновременно сразу много врачей разных профилей. Это и психиатры, и психотерапевты, и наркологи, и сексолог, врач-психиатр детский, геронтопсихиатр. И все это в одном месте доступно всегда, и в выходные дни тоже. Ну и мы планируем в дальнейшем открытие дневного стационара, развитие этого центра, этого направления. Душевное здоровье у многих ассоциируется до сих пор с крайностями. То есть обострение, поехала крыша, вот тогда уже пора идти. И многие сами не идут, их ведут туда. Когда мы смотрим западные фильмы хотя бы, продукцию, мы видим, что люди по первому же сигналу тревожности обращаются к специалисту. Как у нас с этим в Ульяновской области дело обстоит? Боятся люди? Ну, пожалуй, так же, как и в России. Дело в том, что долгие годы психиатрия была стигматизирована. И почему-то именно про российскую психиатрию рассказывали много ужасов. Хотя на самом деле именно в России отношение к психически больным было гораздо более мягкое. Столетиями это было так заведено, и у нас даже психические больные считались юродивыми, к ним относились очень доброжелательных, считали за свой долг, за честь, покормить, приютить и так далее. То есть не обижали на самом деле в России, в отличие от зарубежных стран, где их считали необходимым обязательно забить камнями или как-то исключить из общества. На самом деле отношение к психическим больным у нас не было самым плохим. Но вот, возможно, советское прошлое как-то наложило отпечаток, что психиатрия какая-то может быть карательная. Это если было далеко очень в прошлом. На самом деле психиатрия давно уже с человеческим лицом, но у людей предубеждение осталось. И в Ульяновске, наверное, как и во всей России, последние годы идет значительный перелом сознания, и люди идут на приемы, идут и сами охотно. Ну и, конечно, когда они в обострении, их приходится приводить, но это уже дело не связано совершенно с российским менталитетом или с чем-то другим. Это особенности самого заболевания. Человек в состоянии обострения, он не осознает, что он изменен, что у него что-то не так. Наоборот, напротив, он считает себя абсолютно здоровым, а проблемы он видит в других людях. Поэтому его приходится иногда привлекать к лечению в каком-то недобровольном порядке, ну или по инициативе, как минимум, родственников, знакомых, друзей. Еще главный страх – то, что запишут в какой-то тайный реестр, поставят код и на человеке клеймо на всю жизнь. Вот это клеймо – это, конечно, очень распространенный миф. Действительно, когда человек обращается к врачу любой специальности, хоть к соматологу, хоть к хирургу, заводится облаторная карточка в медицинском учреждении. В этом нет никакого криминала. При этом на человеке не ставится крест. Для того, чтобы получить действительно ограничение, допустим, к управлению автоматом, транспортом или к владению оружием, или к каким-то выполнению какого-то вида деятельности, должно быть значительное серьезное психическое отклонение. Значительное. Все неврозы, расстройства поведения, расстройства личности, какие-то депрессивные расстройства не являются ограничением к выполнению различного рода деятельности, тем более управления автоматом и транспортом. Поэтому да, человек, который обратился к психиатру, на него будет заведена амбулаторная карта, и в реестр в некий он войдет, называется лечебно-консультативное наблюдение. Но это никак его не ограничит. Бояться этого не нужно. Нужно смело идти и обращаться за помощью. А когда это стоит делать? Как понять, что все, пора? Чаще всего люди понимают, они просто опасаются. Вы знаете, как бывает, что сидят двое, беседуют, друзья, подруги, и говорят, у меня едет крыша, у меня нервный срыв, мне пора к психиатру. Причем не к психотерапевту, а сразу в клинику. Может быть, стоит просто выговориться этим друзьям и не идти никуда? Если проблема решается выговариванием друзей, то это, честно говоря, не проблема, и, пожалуйста, пусть выговаривается. У нас, слава богу, в России развит институт друзей и родственников, да, почему намного быстрее. И раньше начала развиваться психотерапия за рубежом, потому что у них семейственности, такой, как на территории России и бывшего Советского Союза, да, особенно кавказских стран, то есть там, где очень близкие родственные связи, очень душевное, гостеприимное принятие другого человека, там такого не было, поэтому им приходилось еще в 60-е и 70-е годы, чтобы просто поговорить по-человечески, идти к психотерапевту. Они покупали время специалиста и просто ему выговаривали. У нас до сих пор сохранено, слава богу, очень близкое тесное отношение и между родственниками, и между друзьями, но, к сожалению, не у всех это есть, особенно сейчас, когда все-таки развивается так называемое атомарное общество, да, когда распадается общество и семья становится очень маленьким таким... И хорошо, если она есть, эта семья. Вообще, если она есть, да. Но и друзей становится меньше, потому что люди уходят в виртуальную, виртуальное общение предпочитают, и когда плохо, все это обсудить в переписке очень сложно. Проще, конечно, и желательнее, как они говорят, с кожаным человеком поговорить, да, а кожаных вокруг него нет. Таких людей, друзей, которых на расстоянии быть внутри руки, их нет, они все где-то есть в чатах, вот они где-то есть в переписке, но близко их нет. И вот мы столкнулись в современности с двумя вызовами, о которых можем остановиться подробнее. Это то, о чем вы говорите в социальной сети, одиночество и ковид. Предлагаю начать с ковид, тема такая злободневная, и у многих есть мнение, что после болезни человек тупеет, человек теряет внимание у него рассеянное, плохо с памятью, и люди боятся, что у них может рано развиться деменция, и просто не вернуться эти навыки. Это действительно так? Ковид только сейчас изучается, да, то есть говорить про всех, что если вы перенесли ковид, то вы придете в деменцию, ну, точно категорически нельзя, но настороженность по этому поводу у исследователей есть очень серьезное. Есть исследования, показывающие, что риск развития именно болезни Альцгеймера, у людей, ну, это, конечно, не молодые люди, это люди в пожилом возрасте, увеличивается. Да, но и вообще даже те, кто не в пожилом возрасте, жалуются после ковида в постковидном периоде, а постковидный период это у нас через 12 недель после окончания именно острого периода, когда сохраняются долго жалобы разные, это не только когнитивные, которые вы перечислили, снижение внимания, концентрации, снижение памяти, но это эмоциональные, с перепадами настроений, с паническими атаками, это вегетативные различные, с нарушением глотания, нарушением пищеварения, ощущением озноба очень сильного. И самый главный симптом – это выраженнейшая слабость. Слабость такая, что мешает выполнять простые бытовые дела, такие, ну, рядовые, совершенно даже помыть посуду, встать человеку большой труд составляет, не говоря уже там выйти на работу и выполнять свою профессиональную деятельность. Через 12 недель. Через 12 недель сохраняются жалобы, и что интересно, и на ковиде они, это впервые такое, честно говоря, инфекционное заболевание, когда может быть волнообразно, то есть вроде бы жалобы побыли, потом вроде отпустило, и некоторое время, несколько месяцев, может, 2-3, нет, но потом может рецидивирующая. То есть может возобновляться та же самая симптоматика, астения с когнитивным снижением, с вот таким интеллектуально-анестическим снижением, но через какое-то время. И сохраняется до сих пор, очень у многих сохраняются нарушения и вкуса, и обоняния. Да, знаю по себе. Да, то есть есть люди, у которых это хорошо, вообще не было такого симптома, есть люди, у которых это быстро отпустило, есть те, у которых отпустило через несколько месяцев, и до сих пор у нас есть пациенты, у которых не восстановилось обоняние полностью, и через полтора-два года. Это очень серьезный повод и серьезно относиться к исследованию, к своему здоровью в целом. То есть нарушены нейронные связи какие-то? Нарушены сами нервные клеточки. То есть фактов того, что разрываются нейронные связи, пока нет, но поражение именно самих нервных клеток тогда идет по типу диссиминированного энцефаломиелита острого. Это в момент самого ковида. А потом отдаленные последствия вот так вот могут сказываться. Как раз спустя 4 месяца после болезни стали вкусы меняться. То есть вот этот вкус странный очень, ничего не сравнивает. А возвращаются, ну я понимаю, что это не исследованные еще последствия, но по вашему наблюдению все это возвращается потом? В большинстве случаев да. Это единичное наблюдение, когда сохраняются нарушения. Но вы правы в том, что не полностью отсутствие вкуса и обоняния сохраняется через поздние, через много месяцев, а извращенное, искаженное восприятие. А если так и останется? Было бы очень здорово, если бы я сказала, да вообще все пройдет, вообще мы сейчас все полечим и все пройдет. На самом деле мы пока на сегодняшний день не можем с уверенностью сказать, насколько долго и как именно это должно лечиться, что именно нужно сделать. Вот положа руку на сердце, у нас есть разработанные методики для того, чтобы восстанавливать после ковида, да, и они очень хорошо работают. Но исключить возможность того, что у кого-то будет течение другое, пока нельзя. Это единицы, это прямо доли процента, но они есть. То есть приходите к вам? Да не только к нам, конечно, приходите обязательно лечиться и обследоваться, потому что поражения могут быть разных органов. Но как раз в клинике Березиной, ну, насколько я знаю, единственное в области медицинское учреждение, которое будет проводить вот и может позволить себе это сделать, комплексное лечение с антиоксидантами, антигипоксантами, витаминами в капельницах. То есть так называемая четвертая терапия, которая стала популярна уже очень давно за рубежом, но у нас она стала поднимать голову несколько лет назад, и сейчас это очень популярно среди молодого, слава богу, поколения, потому что они вообще как-то очень прохладно относятся к лечению. Но вот именно капельницы с такими препаратами, витаминами, аминокислотными и антиоксидантными, они имеют очень хорошие результаты. Четвертая терапия мы как раз в клинике Березина проводим. С этим обращаться нужно обязательно. Результат очень хороший в плане восстановления сил и душевных, и физических сил. Пусковидная депрессия распространённое явление? Очень. Но не сама, не только депрессия, а скорее тревожное депрессивное расстройство. Вот на первом плане всё-таки тревога. Ну это по жалобам. То есть это немножечко разные вещи. Тревога – это страх разной степени выраженности за что-то или неопределённый, который в том числе выражается в теле, с дрожью, с напряжением в теле, с вегетативными в обязательном порядке симптомами. А депрессия – это настроение, сниженное настроение, отсутствие желания что-либо делать, желание кого-то видеть, вступать в какие-то контакты, уныние, ощущение пессимизма. А тревога – это страх и беспокойство внутреннее, внутренняя дрожь, что-то случится или уже случилось, или обязательно произойдёт что-то такое вследствие того, что я сделала раньше. Вы медикаментозно таких пациентов лечите? Если мы говорим именно о тревоге и депрессии, то в 100% это медикаментозная терапия. Я хочу это подчеркнуть. Вот то, что вы привели пример, сидят люди, разговаривают между собой, и это мне нужно к психиатру. Скорее всего, это просто самодиагностика такая, да, это, скорее всего, у человека всё хорошо, я надеюсь, да, и он просто, ну, в шутку такое говорит. И очень часто люди сейчас находят у себя симптомы, приписывают, вернее, себе симптомы, на самом деле являясь здоровыми людьми. Но если у человека действительно заболевание, он нуждается в лечении. И он отрицает, как вы сказали, да, как правило? Нет, депрессивный больной чаще всего признаёт, что у него… Вы знаете, какая проблема? Вот из-за того, что все люди говорят, да у меня депрессия, да у меня тревога. Когда у них заболевает близкий человек, близкий родственник, знакомый, друг, что они ему в первую очередь говорят? Возьми себя в руки. Да у меня тоже была депрессия, но я же взял себя в руки. Это не так. Если ты взял себя в руки, у тебя не было депрессии. Потому что, ну, я часто этот пример привожу, но когда у нас, простите, насморк, мы не берём себя в руки. Мы же не говорим себе, там, другу, ну, что ты сморкаешься, ну, это же некрасиво. Ну, в конце концов, возьми себя в руки, да, вот там, поработай с собой, расти над собой, занимайся самосовершенствованием, и у тебя насморк, отец, мы так не говорим. Точно так же, простите, пардон, о жидком стуле, мы не говорим, что надо взять себя в руки, чтобы он остановился. Мы что-то принимаем, да, принимаем какие-то меры, предпринимаем для того, чтобы это прекратилось. Вот ношение головного мозга, мозг организован в миллиарды раз сложнее, чем слизистая носа. Если мы не можем силой воли прикасать простой слизистой носа, да, то каким образом мы ожидаем, что головного мозга мы вот так вот раз скажем, и он сам возьмёт себя в руки. Это невозможно. Там дисбаланс нейромедиаторов, там недостаток каких-то веществ, там нарушение кровоснабжения, там много процессов может быть включено одновременно, и их нужно налаживать. Понимаете, это нейрохимический процесс, очень сложный. И просто так, и вот именно вот это вот, ножницы вот эти, когда очень многие говорят, у меня депрессия, на самом деле, не испытывая её, они потом недооценивают тяжесть депрессии у реальных пациентов, когда им на самом деле нужна помощь. И поэтому очень многие депрессивно-тревожные больные долго не идут на приём. Особенно это касается подростков и молодых людей. Они живут в семье, и семья говорит, не позорь нас, не ходи никуда, возьми себя в руки, иди работать. Да, ты просто ленишься, ты лежишь там неделю, две, три, месяц, не встаёшь, не моешься, не ешь, не работаешь, естественно, ты просто лодырь, не позорь нас. И он никуда не идёт, потому что, ну, зачем семью позорить? А как родителям распознать, что подросток в депрессии? Что не просто ленится? Вы знаете, вот этот совет, он такой полка двух концах, да, потому что, конечно, можно перечислить симптомы депрессии, они очень легко доступны, если вдруг человеку понадобится узнать не депрессию, а человеку, он может посмотреть. Они достаточно простые. Это снижение, устойчивое снижение настроения больше двух недель, это снижение интересов, отсутствие радости от того, что радовало человека раньше, вегетативные нарушения, нарушение сна и уровня бодрствования, снижение концентрации внимания и субъективное снижение памяти, то есть не настоящая память куда-то пропала, а ощущение, что я ничего не понимаю, ничего не могу сделать. Обязательно слабость и ощущение вегетативных нарушений, любых могут быть с болевым синдромом в том числе. Но я все-таки советую привести человека на прием, потому что эти симптомы мы можем недооценивать у близких людей. Это очень часто случается. Когда видишь каждый день человека и привык к нему, и знаешь его годами, и знаешь, что у третьего человека предпосылки были и раньше, ну разницы особо не замечают, но он всегда таким был, но он всегда подавленный, ну никогда ни с кем не разговаривал, ну он сейчас не разговаривает, раньше не разговаривал. В том раз и повесился. Ну вообще да. То есть такое, к сожалению, тоже может быть. Поэтому лучше, лучше всего идти к специалисту, обязательно, не бояться ничего. Первый прием всегда начинается с назначения лекарств или психотерапия тут работает? Ну я за то, чтобы совмещать эти два метода воздействия. Психотерапия всегда нужна, но если при первом приеме мы видим симптоматику, то, конечно, лечить нужно сразу. А вы как диагностируете? Вы можете человека, допустим, в маршрутке, в трамвае увидеть, сказать, так, этому товарищу пора лечиться? В целом общество здорово. Ой, это интересный вопрос. Вообще у врачей, когда они только начинают работать, включается такое клиническое мышление, и начинают ставить диагноз всем подряд. И близким своим. Всем. Не только психиатрические. Хирург начинает видеть нарушения походки, ну если он там термотолог, допустим, нарушение осанки. Начинают неврологи измерять размеры черепа, нарушение моторики какой-то у всех своих близких. Глазами имеется в виду, конечно. Конечно, да, постоянно мы находимся в состоянии, что мы пытаемся, ну, все как-то оцифровать, скажем так. А потом это проходит. Может быть, это уходит на задний план и становится просто механическим таким, то есть мы просто не придаем этому значения. Но, скорее всего, да. То есть если человек очевидно болен, то это, конечно, бросится в глаза психиатру и в маршрутке, как вы сказали. А внутри этого должны быть очень выраженные симптомы. К сожалению, очень часто психическое заболевание невозможно распознать даже на приеме, если человек скрывает свои симптомы. Это шизофрения? Не только. И в том числе депрессия тоже. Но шизофрения тоже, конечно. И вот смотрите, многие боятся еще приходить на прием к психотерапевту. Говорят, что специалист как заглянет мне в глаза, в душу, как увидит все, как гипнозом вынутит, и все мою подноготную вскроет. И что будет? И все. Что? И человек пойдет в диспансер, ему сразу там поставят диагноз. Ну и дальше, о чем мы уже с вами говорили? А о чем мы с вами говорили дальше? Да, ему поставят диагноз, а дальше-то что? И все, он будет дальше жить, только уже лечиться, принимать лечение и справляться с этим заболеванием. То есть вот как раз, да, мы диагноз поставим, но дальше как раз открывается для него возможность жить с этим диагнозом по-нормальному, жить совершенно другим, другой образ жизни вести, что у него восстановятся социальные связи, у него нормализуется профессиональная деятельность. Поэтому как раз дальше, это как раз лучше, чем то, что было до этого. Поэтому да, мы поставим диагноз, но это и работа врача, диагностика и подбор лечения. Одиночество из-за социальных сетей и вообще отсутствие контактов, да, особенно у молодых людей, которые даже не пытаются налаживать. Есть такое даже понятие о сексуальности, когда молодое поколение не видит смысла общаться и встречаться. Как с этим быть? Это действительно проблема сейчас? Очень большая проблема. Проблема такая, что сейчас даже общество психиатров, психологов разбилось на два, как минимум, лагеря, которые первые утверждают, что ничего страшного не происходит, что это просто новая такая формация людей, и нам нужно к ним адаптироваться, что они будут так же здоровы, просто они будут жить по-другому, незнакомо, их образ жизни будет для нас новый совсем. И, в общем-то, старая школа, скажем так, да, те, которые видят изменения и нейрокогнитивного состояния человека, нарушение их способности запоминать, анализировать информацию, потому что благодаря интернету они получают любую информацию здесь и сейчас совершенно без поиска, без попытки ее осмысления. То есть им просто дают готовые ответы, как им кажется, и они принимают за чистую монету тот первый ответ, который они получили, и дальше не ищут информацию, не анализируют. И получается, что они заблуждаются во многих вопросах, но при этом считаются себя специалистами. То есть очень много появилось людей с поверхностного уровня суждения. О чем бы то ни было, благодаря тому, что они получили какую-то информацию и считают ее истинной. Такого никогда не было. Всегда человек добивался, собирал информацию от людей, из книг, и складывал у себя в голове свой вывод. Сейчас достаточно хорошему какому-то блогеру, я имею в виду активному, внушать что-то молодежи, они принимают за чистую монету. Поэтому молодые люди гораздо более ведомые, чем, например, поколение мое. Ну вот, внушить их и вызвать куда-то там на какие-то мероприятия асоциальные, на деструктивные какие-то действия подбить проще, потому что они более внушаемые. И из-за того, что они информацию не анализируют практически, они не способны здесь... Они ведь не знают, что было в 90-х годах, что было в 80-х, 70-х, да, они этого просто не знают. И они не пытаются это узнать. И они воспринимают информацию, вот ту, которую за последние 10-15 лет им вкладывают, то есть игнорируя вообще полностью историческую информацию, и это искажает их восприятие картины мира. У них другая картина мира. То есть у вас, когда вы учились, у вас была картина мира, складывающаяся из жизненного опыта прежних поколений в том числе. Правильно? Конечно. Свой опыт, ну плюс другие. Сейчас только свой опыт и опыт блогеров-ровесников. И опыт тех, кто хочет ими манипулировать. А, к сожалению, предыдущие жизненные опыты, они просто отрицают, как не было. На этом всё. Мы обсуждали душевное, психическое здоровье, которое также важно, как и в целом здоровье всего нашего организма. Разобрать вопросы, которые вас интересуют в этом плане, нам помог врач, психотерапевт высшей категории, психиатр, который работает руководителем Центра душевного здоровья клиники Березины Светлана Владиславовна Дерябина. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.